Что не предначертано за девушку. Изначально в игре планировали ввести женские отряды, вообще женских персонажей, например, как в Call of Duty, или прошлогодний, или позапрошлый год, не помню в какой именно, или даже в нескольких. Просто, понимаете, я уже не зависаю в Call of Duty, я вырос из этого, я поднялся до Battlefield, поэтому я не уверен. Я играл в Advanced Warfare немножко, ну, сюжет я прошел, я про мультиплеер, сюжет я везде проходил. В Call of Duty из, не знаю, как-то фанатская дань, понимаете, то есть, с одной стороны, ты уже дорос до Battlefield, с другой стороны, ты все еще, ну, немножечко в тебе что-то есть, все-таки детство провел за Call of Duty. И что же, ребята, планировали ввести женские отряды, их так и не ввели, что печально. Я думаю, что эта финальная кампания, не просто финальная, в том смысле, что она будет последней, а в смысле эмоций, она, наверное, должна подытожить то, что мы будем чувствовать. Посмотрим, ничто не подначеет. В пустынях Аравии шла повстанческая война, задолго до того, как я попал во Францию. Племена бедуинов объединились, чтобы сражаться во войне, совсем не похожей на нашу окопную. Действуя небольшими мобильными отрядами, они противостояли мощи империи, и сплотились вокруг идеи одного единственного влиятельного воина, идеи свободы и перемен. Идея Лоуренса Аравийского. Постой, а Лоуренс Аравийский, но он же мужчина, а почему главный герой женщина? Или Лоуренс Аравийский будет женщиной? Был женщина? Извините, я просто не совсем... Как бы я в курсе про Лоуренс Аравийского, и то, что тут тоже была война, но я в курсе, но подробностей не знаю. Потому что здесь для меня, что называется, серая зона. И здесь Израиль, если что, находится вот здесь вот, где мышь. Ребят, хотите съездить? Мы с Храй. Мы сейчас не туда едем. Едем в Синайский полуостров. Аля Джар. Месопотамия. Весна 1918 года. Весь мир охватила Великая война. В пустыне ближнего востока арабские племена взбунтовались против своего давнего угнетателя Османской империи. Ну да, тюрки и арабы никогда не дружили. Чтобы подавить восстание, Осман задействует свои новейшие технологии артиллерии, авиационные и проимаемые мощь империи, а брушатся на повстанцев. Томас Эдвард Лоуренс, находчивый британский офицер, сотрудничает с небольшой мобильной группой повстанцев. У вас не подавился. Подавился калом. И не мог подставить Османское империи в открытую. Им надо найти другой способ. Вот что называется, считать с выражением. Опасно для жизни и здоровья. О, пустыня. Аравийская пустыня. Огромный океан летучего песка и выжженные солнцем камни. Под бесконечными дюнами нефть. Черное золото. Кровь нашего нового механического века. Так. Так. Более 400 лет этими землями правила Османская империя, контролируя все, что там есть. Но у империи есть свои враги. Небольшие отряды повстанцев-бедуинов объединились, чтобы сбросить власть империи. Они нападают без предупреждения, затем исчезают в пустыне. На их стороне сражается один британский офицер, чьи дела принесли ему широкую известность. И винтовку в Баттлфилде. Мир привык называть его Лауренсом Аравийским. Ничто не предначертано. В пустыне важно хорошо все спланировать. Но кроме этого надеешься еще и на удачу. Удача благоволила нам, когда мы узнали о сошедшем с рельсов Османском поезде с весьма интересным грузом. Отвечать врагов? Как интересно! Похоже на предыдущий. К Османам, пережившим крушение, присоединился небольшой патруль. Вместе они стали охранять обломки и ждать подкрепления. Ой, это что с чернорубашечек? Главный, видимо. Я офигел, как карту показали. Я, ну, понимаете, я больше изучал историю Европы, все-таки в школе и сам. Если твой враг вооружен и снаряжен лучше тебя, воруй у врага. Отличная идея. Берешь, да? Что здесь еще? У одинокого бойца есть одно преимущество перед большим вражеским отрядом. Одинокий боец может оставаться незамеченным. Да, это, кстати, правда. Одинокий боец, кажется, может остаться вон, того зарежем. Остается совсем один. Ну, шатраев, шатребует оружие, мы снарядимся и устроим биг-бадер. Что же, ребят? Я офигел, когда увидел карту. Я не знал просто. Я не эксперт по Ближнему Востоку и всегда им интересовался меньше всего. Господи, ты ходишь, блин, и крутишься, как волчок. Может, на месте стоять. Да, ласкай своего коня. Сука! Вздохнем, разота! Бедуины воевали нестандартно, используя то оружие, которым владели мастерские. Их главными помощниками были выносливость, смекалка и отвага. Невкусная конятина, да? Да, мой дорогой? Хочешь стать моим обедом? Видите, он такой, не, я не хочу. Ладно, я на тебя пока поеду, поеду. Постой, винтовку взять нельзя, вы-вы-вы-ка травите. А, можно, сори-то, что-то она... Что-то... А, все, получилось. Я думал, вы травите. Восемьдесят... А что, 75? Пятьдесят? Триста? Что это значит? Что это за настраиваемая винтовка? То есть, можно выбрать дальность полета пули? Я... Извините, я просто впервые такое вижу. Сейчас идем по... Поемет лоу. У-у-у, как мне это нравится. Песчаная... У-у-у, как наду... У-у, как красиво. И да, время мультиплеера тоже самое. Как надуло. Ребят, вам не дует? Нет, вам норм? Вас все устраивает? Все парни-то палят. Я их, кстати, настрял, потому что палят. Логичник вначале, чтобы вот этого снести. Жалко не прибывает дверь по... Ой-ой-ой, виномет! Мне же не попали, не попало. Если к нему, не будем отходить. Не попал. Ну и от штурки. Только коврами торговать. Да российский самолет сбивать. Да шурму делать. Хотя я должен сказать, что у дома моей матери... Ну, там в палатке уже давно работает турок. И я у него недавно покупал жареную курицу. Я должен сказать, это была охуенная курица. Охуенная. Вот лучше, чем в деле. Так что... Блин, лучше бы эти турки мне курицу приготовили. Ой, давай я бахну. Между тем, чтобы увидеть что-то и иметь это, есть огромная разница. Есть у меня огромная разница между тем, чтобы знать, куда ты попадешь. И не знать. Давай сюда. Посмотрим, мы попадем. Не, он... Одиночный чувак. Да, Лоран Саравийский женщина. Мы уже поняли. Главный спойлер тысячелетия. Ребята, давайте вот вагон проверим. Песчаная буря. Дожди и песчаная буря, это круто. Я смотрел стрим Мэдисона, он сказал, что ему не нравится, что там туман был на французской карте. Я считаю, это наоборот шедеврально, потому что это усложняет работать с снайпером. То есть вообще всем видом войск. Я посчитал, что это божественная шея. То есть, ну, давно мечтал об этом. Динамическая погода. Которая мешает играть. То есть, понимаете, обычные матчи с обычной стрельбой, это скучно. Я не понимаю, как это может мне нравиться. Может, понимаете, как у тебя, например, ты максимально скиллованный, что у тебя остается? Хочется сложности. Хотя, я уверен, будет карта без перемены погоды, где всегда будет плохая погода. Ой-ой-ой. Что-то мы попали. Хватит лагать. Ты, конечно, не думал, что мы успеем тебя поймать, Лоуренс Аравийский. Вообще-то, я на это и рассчитывал. Э, Лоуренс. Это вот вот он. Теперь сам охотник стал добычей. Ну, а ты тогда кто? Как ты прекрасна, моя милая. Ахмед. Прекрасна? Если бы не такие, как ты, я была бы свободной. Свободной, да? Смерть вас освободит. И я рад сообщить, что империя намерена скоро дать вам такую свободу. О, Господи. Сейчас, по пустыне рыщет машина разрушения. Она уничтожает ваших союзников, ваши семьи, ваши дома. Скоро вам некуда будет бежать. Негде прятаешься. Скоро все, что вы знаете, и что вы любите, обратится в крах. И все вы будете вольны умереть. Животное! Зара! Я, конечно, понимаю, что ты очень хотела бы срезать с его ступней плоть и отправить его голым в пустыню на смерть. Ну, а ты подумай. Ты прав. Простите, моя спутница бывает грубовато. Ты расскажешь мне, как перехитрить твой поезд, чтобы мы могли заманить его в ловушку и уничтожить его? Сделать бум. Не выйдет. Чтобы хотя бы начать с ним общаться, нужна целая книга шифров для связи. А, вы про вот это? Вы не можете остановить прогресс! Скоро весь мир поглотит ваши земли и заберет из-под песков драгоценное черное золото! Посмотрим, друг мой. Мой друг пукнул со страха. Вы слышали вас так? Нет. Разумеется, забрать книгу с шифрами было недостаточно, чтобы уничтожить железного дракона Коновара, как нарекли его османы. Нам надо было отправить ему три зашифрованных сообщения с приказом отменить боевую готовность. Вдоль железнодорожных путей были разбросаны османские аванпосты. Командиры аванпостов носили с собой капсулы для особо важных сообщений. Нужно было забрать эти капсулы для доставки приказов, и иные поезд бы не принял. Проникнуть в деревню будет непросто. В ней расположился целый отряд османских солдат. Османы устроили в пустыне далекий аванпост. Он легко защищен, но полон оружия и техники. Очевидно, в нем не ожидают атаки. Все это снаряжение пригодится, если возникнет нужда его применить. Древние руины были останками исчезнувшей цивилизации. Османская империя привела туда современные технологии, бронетехнику и полевые орудия. Убить трех командиров. Украсть три личные капсулы для сообщений. Вложить в них поддельные приказы и отправить с голубями на поезд. Решать, как выполнять эту опасную и дерзкую задачу, предстояло самой Заре. То есть, у меня такое ощущение, что вот это реально проработанная миссия. То есть, после всех тех, что я видел, это практически Metal Gear Solid 5. То есть, серьезно. Мне дан конь, оружие. И действуй как хочешь. Хочешь расстреляй, хочешь поставил с ножичком. То есть, бедуины ценили своих лошадей. И те в ответ давали наездникам несравненную скорость и мобильность. Они унормальны. Пойдем слева направо, да, ребят, слева направо. Сейчас, дайте по стелсу. Давайте, давайте так, давайте первый по стелсу, второй громко, а третий по ситуации. Так, я чувствую, что сейчас может по-другому получится. Мне будет тихое оружие. Агентируйте командира. То есть, больше никого не надо. Так, постойте. Ну, чувак стоит. Так, хорошо. Запалили. Надо пару секунд смотреть на каждого из них. К сожалению, в мультиплеере за пометки особо очков не дают, что мне не особо нравится. Мне хотелось бы, чтобы давали. Раньше достаточно было просто тыкнуть пальцем в родомное место, и враг отмечался. Так, сейчас этого уже не происходит. Но, опять же, я говорю про мультиплеер. Потому что сингл это сингл, понимаете? И вот ты его проходишь, он кончается, и все как-то. На самом деле, тут можно перепроходить уже эту кампанию ради одной вещи под названием «Более высокая сложность». Хотя, что это даст? Там будет даст достижение? Нет. Я видел достижение за прохождение сюжетной кампании на высокой... Извиняюсь, на средней сложности. Это я видел. Такое было. Противотанк. Мне кажется, вдруг танк... Ого! То, что надо. Извините за то, что я так эмоционирую, но серьезно я очень рад видеть. Пулемет, громкая штука. Давайте вот это возьмем. Это убивать без нужды пистолетом, патроном тратим. У нас всего 10 их, и не факт, что мы еще найдем. Простейший трюк, обойди сзади. Ребята, давайте снайперки их убьем. Просто у нас такая возможность. Блин, у меня пулемет здесь. Постойте, нет, у него снайперка есть. ГВР 98. Ее используют на Второй мировой. И, блин, может, винтовка хорошая. А, немцы, видимо, делились с турками. Вообще, не немцы, а тогда это что? Это были ведь не Германия-то, а Бласк. Это Австро-Венкли и Пруссия, если я не ошибаюсь. Тогда же еще не было, как бы, Германия. Так, хорошо, тут есть снайпер. Снимем. Давайте, ну, блин, я не вижу там башен. То есть, сложно сказать, есть ли они там или нет. Еще карта большая. Так что давайте замутим, замутим, ребята, снайперскую потасовку. Так, отметим, чувака сейчас что-то не отметил. Снимался, видимо, нажимать. Что-то со мной не стало. Отмечаться странно. Обычно КТНХ смочит. Так, давайте заляжем. Так, трясти будет меньше прицела. Вы издеваетесь? С одного выстрела до этого убивает. Я почти в голову попал. Я тогда почти начинаю. Ой, твою... Где я? Может быть, я зря это затеял, ребят? Тут по мне стреляют. Ладно, все, плохой ухлопитель, я понял. Ой, господи. Ну, я не зря взял. Ладно, видимо, это не по стелсу будет. Следующая по стелсу. Я думал, по снайперите, а у них здесь танки дурацкие. Никакого кайфа. Пауку, тан... танкуша. Действительно, она вскрикнула, кстати. Глент, ты реалист. Лови! Пойдем. Да, попадание. Небо найти... 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 Найти пуху. Противотанковый мы вряд ли найдем. Вот пушечку, которая... Сможет танк произвести? Это, пожалуйста. Я там что-то была. Так, сорян, надо пометить его. Я не хочу, чтобы мне потом сюрприз прилетал. От этого товарища. Ходим дальше. Так, здесь сколько-то, три? Здесь малочеловеческая охрана, но два танка. Нам нужна пушка. Она есть на другой страйк-карте, но это далеко. Я хочу, чтобы... Господи, ладно, хора... Ой! Эээ! У меня это... Грязь на лице! Да, если тут не будет видеть подкрепление с соседних блокпостов, то есть... Да, если я не испортил себе всю малину. Ой! Реально лучше бы поставил, чтобы проходил я. Ну ладно, все, бы ты сам решил, значит решу. Поколением... Да, надо было просто поколением бить. Сейчас танки подъедут, ребята. Это просто... Это вопрос времени. Из-за этого командира Хапсулу. Привет, Хапсула, как тебе дела? Так, хорошо. Я горю, нет, я не горю. Все, хорошо. Я... Я через принцип разнести, кстати, оружие. Там еще танки. Никого там, 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 там. Идем сюда. Но если я не разнесу оружие раньше, чем я приду до него. Танк идет за мной. Но обмануть его вряд ли получится. То есть... Может, и можно, но это мы бегать больше будем. Пока он не подъехал. Мы успеем. Мы успеем. Так, он хорошо встал на позицию. Кутеплеере, кстати, в последние дни обряд релизной версии уже сломалась работа вот таких штук. И эти пушки, они вообще были почти не рабочие. Повезло, он промазал. Ну, хотя тут он их, может, разнесет. Нам везет. Еще один выстрел, все, конец. Да, готово. Теперь слева. 90 градусов. Наведение. Что-то он, я... А, он... Ну... Может, я повезет? Нет. Пушка стоит дико неудачно. Может, он передвинется? Просто, бля... Мне ему насрать. Ему абсолютно... Клевать на то, что... Давайте, по-моему, вот так быстрее. Абсолют... Ему абсолютно все равно, ребят. Может, заставить его выехать? Если честно. Я вполне могу заставить его выехать. Что-то, выезжать-то будешь? Или мы... А, мы его уже поднимаем. Понятно, что он не едет. Так, верт, не хотим. Не, меня вот это устраивает. Господи. Почему ты до меня-то стрелять сможешь, а? Ты несправедливая! Задрал, дурацкий. Фанк! На всякий случай, перезарядим, а он еще подъедет. Ох, все, готово. Красиво было, да? Я не жалею, что я пошел, не пошел. Все, следующее стелс. Следующая точка по-тихому. Метал-гео-сольди, а, по-моему, только несколько миссий проходил не по-тихому, и только уж просто дико надоедал. Я от сих пор очень хочу на ПК перепройти металл-гео-соль от 5. Сейчас выслушу еще переиздание легендарного. Проходить хочу не на запись, а просто для себя. С другой стороны, новое, там уже ничего не увижу. Все-таки это не игра, скажем так, с разными вариациями прохождения. Та, там можно пройти не по стелсу, и можно базу лучше развить, чем я ее на ПС-4 развиваю, так как я там, ну, много глубокий приказа будет недостаточно. Османский протокол требует, чтобы сообщение было отправлено в трех экземплярах. Лишь тогда оно будет признано подлинным. Так вот, ребята, там я вначале намудрил, в том плане, что не стал брать плохих бойцов. Я брал только с рангом Си, а там дело в том, мне это объяснили, а сам понял, что, по сути, не имеет смысла в начале игры пытаться набрать хороших бойцов. Это пески, ребята. Блин, дует песочек. Что за дым? Хотя, следы остаются на песке? К сожалению, нет. Очень жаль, спасибо. Подъедем с этой стороны, мне кажется, будет норм. Да, здесь ничь кого нет. Вот, позаметим. Вот этот парень. Ухо. С пустыны ветра очень красиво. Так, вот этого зарежем. Этот вообще насрать. Да, больше не таково. Ну, известно. Ну, и есть сигнализация, значит, надо быть осторожным. Так вот, надо было набирать любых бойцов, даже с рангом Е и Д, просто, чтобы забить, скажем так, этой численностью, и чтобы шли какие-то разработки. Я вначале был такой, не хочу только качественного. А потом, можно было некачественных бойцов, которые работают, там, на разведку и так далее, просто, ой-ой-ой, вольняет. Что-то по-островски не получилось, ребят, извините. А в следующий час точно по-островски будет. Нет, он до пупу сел. Я хотел в окошко попытаться пострелить, но, ээээ, я лучше подойду к тому. Что я себе? Есть сигнализация, они подкрепление еще вызовут. Они, походу, его вызвали. Так, где здесь была... Строй что, разворот! Здесь нет средств защиты от моей потрясающей... Эм... 25-миллиметровой... А может быть и 28-ми. Не, все, действительно, в следующем месте, прям, я обещаю, будет совсем стелс. Я думаю, он не потребуется больше. Все, потрожны, что ли, кончились? Я не обратирую. Готов. Все? Командир, где? Командир, походу, в окне был. Я его не заметил. Вот я слепой. По сути, здесь действительно моя проблема. Длина. Я за порог. Не нужно было проходить с другого... Все, будем теперь внимательно... Господи, очистить штук пошел почти. Смотреть на окна будем внимательно. Но его там не было, скорее всего, в окне он потом появился. Так, хорошо, давайте пройдем на оружейный склад. Я оружие хочу посмотреть теперь. В медпункте лечат технику, отлично. Возможно, они лечат каких-нибудь андроидов из... Ммм, здесь только тканей. Букольно. Жалко. А его не резать нельзя. Вот знаете, когда я скажу, что игры действительно стали лучше, чем фильмы, и лучше, чем реальность. Когда я смогу просто взять ножом, разрезать эту ткань и из нее себе платочек сделать. Вот так, да, я скажу, да. Эта игра офигенная. Представьте такую игру, где ты можешь делать реально все, что хочешь. Я думаю, Хидайо Кодзима бы смог сделать такую игру, если бы Канами не были жлобами. Ну, просто понимаете, почему были незаконченные миссии, например, в Metal Gear Solid. А потому что и не дали их доделать. Потому что стоимость разработки там была такая огромная, невыносимо огромная, что уже, ну, они не могли себе это позволить. Естественно, боялись, что, типа, Кодзим не окупится играть. Хотя она очень хорошо продавалась и была очень популярна. Нифига себе, тут конь умеет ноги оттопыривать. О, Сортир. Нет, не Сортир, извините. Можно будет справить, ну что? Ну, если вон. Мы все целы доверились способностям заводчиков, но я не сомневался, что она со всем справится. Я боюсь, что голубя, голубя склюют. Все, у нас здесь тихая винтовка, османский манпост разведки последний. Так будем осторожны, эти тихие винтовки, такая сраняя, и нифига не тихие. Потому что, ну, ну, тут противники умнее, то есть они слышат выстрелы, видят, что кто-то упал. Раз, или два. Все-таки нет, они уже не такие уж хорошие. Все-таки мы, мать его в пустыне, сейчас 17-й год. Илья, здесь уже 18-й год. Да, такие же есть нормальные грушаки. Ну так, относительно. Относительно 15-й год. Так, начнем разведку. Обычный бразильский пригород. Будто бы все нормально. Сейчас какой-нибудь Мехмэн высунется из окна и закричит Ваша шаурма готова, забирайте! Сейчас поднимемся повыше, чтобы нет шаурмой. Опять же, если меня смотрят турки, пожалуйста, не обижайтесь. Вы же понимаете, что я люблю вас. Вы отличные повара, ровно как и узбеки. У меня две любимые нации на свете. Узбеки за их потрясающую выпечку. Потому что я хожу в узбекскую пекарню. И у них просто потрясающе. Я не уверен, узбеки они или не узбеки, ладно. Может быть, они из другой, из другой южной страны. Но они потрясающие пекари. Просто божественные. Их хлебобулочные изделия, это огонь. Турки умеют мясо делать. Я ел еще турецкую шаурму. Ну, они, правда, та, что я ел, там соус не доложили. Мне вот это не понравилось. Могу соус побольше. Еще курицу, как я вам говорил, моей мамке рядом. Поддается. Поедусь вот скоро к мамке. Опять, ну, не к мамке, а там, это, военкомат, военник, забирать все за службу закончил, ребята. Зайду обязательно. Понимаете, я одержим едой. О, смотрите, кальянчик. Никогда не понимал тех, кто кальян курит. Тут вообще есть люди живые. Никогда не понял тех, кто курит кальян. Что у него крутого? Кто-то говорит, что он расслабляет. Я не понимаю. Может, потому что я не курю. Я не курю обычную сигарету. То есть, может быть, это кальян расслабляет курильщиков на уровне курительного рефлекса. Я только так могу это объяснить. Черт возьми, да, там были парни со стволами. Я не пошел, кстати, на этот фильм. Мне показалось, что он слишком тупым. Он в переводе Гоблина шел тут в местном кинотеатре. И в обычном, и в переводе Гоблина. Я хотел сходить на перевод Гоблина, но я лучше в интернете посмотрю. Что-то не хочу. Ну, не знаю, я хотел пойти, он шел в 12 ночи. Я подумал, блин, я лучше в баку поиграю. Там еще был об этом. Тогда было, по-моему, были бета-баттлы или ранний доступ. Я подумал, не, я лучше в операции пойду в 2 часа поиграю, чем в кино пойду смотреть в 12 ночи. По холоду, по холоду пойду. Бублики. Симпатяга. Вот, вот так выглядит парень, у которого я куплю жареную курицу. Точно он. Возможно, его образ использовался при создании этого. Сложно сказать. Это черный, это типа сержант. А, типа главный. Посмотрите. Курение вредит вашему здоровью. Он даже не дымит. Он просто всасывает. Нифига себе в турке хаткор. Он всасывает и дымит. Как их снять, при этом не спалиться. Но я думаю, стоит зайти за тот дом. Он начинает с этой стороны пасуться. И похоже на темнокожих американских военков из Modern Warfare. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наспали. Чуварете ночью. Люди спят. Вы кричите. Что-то южные народы очень любят по ночам орать. Я не понимаю, почему я... Просто я соседствовал с латиноамериканцами. Они просто дикие крикунные. Они по ночам. Они как будто специально. Они, кстати, одни раз на меня полицию вызвали. Ни за что абсолютно. Они ни за что абсолютно меня вызвали полицию. Полиция зашла, я сказала, что вас обокрали. Вы вызывали полицию? Вы слышали, вас обокрали? А я такой, нет, блин, не вызывал. Они сказали, это как? Там сказали, типа, и они сказали, вот номер квартиры тот. Я сказал, да, это та квартира. И он мне сказал, что из вашей квартиры был вызов. Я такой, нет. Но это было понятно, что они всегда выходили, когда на балкон покурить, на меня косо смотрели. Я уверен, что это, они и были. Ну, опять же, что я мог сделать? Доказательств нет, поэтому я не стал жаловаться в полицию, поскольку соседние великая ретарда вызвала у меня полисменов. Они стали проверять Жигуля реально в этой квартире. Стали проверять. Ну, просто я-то один жил, а я был несовершеннолетний. Я соврал, что, типа, брат на работе, он придет скоро. Но не поняли, что я вру. Что я врал крайне неестественно. Что я думал, блин, что такое? Почему полисмены пришли в мой дом, что я, варили? Хотя, потому что я знал, что я ничего не знаю. Ой, господи. Хорошо, надо пройти к этому парню. Еще там огнеметчик ходит. Вот он меня напрягает. Я боюсь. Снять его с линтовочки не получится. Самый лучший вариант это пробраться вот вот с той стороны по лестнице. Упасть на него. Если я спрыгну, он меня заметит, прятаться негде, меня убьют. Потому что там нет каких-то таких таких как-то. Здесь прятаться негде. Вот этого парня можно обойти, можно убить. Тут уж как пойдет. Может рискнуть, они вроде не смотрят. Этот, нет, вот этот карс пялится в эту сторону. Меня это напрягает. Если он отвернется, давайте рискнем. Я не знаю. Я не знаю. Пошел проверять. Сейчас затащим. Ну тут как в мафии нельзя затаскивать. Кукути из села Кукуева. Сейчас еще снимем это. Ну потому что можно. Понимаете. Я по-моему они все успокоились. Идем по-тиху. Найдут трупы. Ну это уже такое дело. А они найдут. Здесь же нельзя таскать. Так вот. Господи. Значит они реагируют все-таки на трупы. В основном. они запалили, но я аж пробрался. Беги. Беги. Почему ты зависаешь? Как он вошел в дом? Это мы печатнем. Ой, господи. Давайте посмотрим, как он взорвется. Постой. Тут по-моему дом обрушился. Ну или пол дома. Господи, я не собрал пол дома случай. Извините, люди, я вам дом разнес. Ничего страшного. Ну, спасло-постово. Считай, меня не видели. То есть, не поднялась, ни тревога, ничего. Мы все сделали. Смотри-ка. Это тот парень, который говорил в Call of Duty поезде, сделал бум. Походу, это он в молодости. Вот где он служил. Не сошлись, звезды. Не сошлись. Какое? Даже неловко было сбегать. Я, разумеется, запомнил, где находится лагерь Лоуренса. Следовательно, об этом знает и поезд. Вы дважды передали на поезд, что все спокойно, но я назвал ему точное место атаки. Этот зверь уже чует твой запах. Моя милая, он убьет тебя и твою шайку бунтовщиков. Сначала огненный дождь из пушек, а потом придут солдаты, чтобы добить оставшихся. Сегодня легенде о Лоренсе Равильском придет. Конец. отглубить себя в кабловозможность, засранец. лоренец. Скочил мой верный конь, паранойя Ему надо остановиться и набрать воды, там и нанесем удар Согласна Я уберу часовых, а потом заложу на рельсах взрывчатку Да, а я соберу бойцов Когда я взорву рельсы, поезд будет в ловушке Услышишь взрыв, будь готов атаковать их в полную силу План хороший, но ты знаешь, что люди могут и не прийти Может оказаться так, что взорвешь рельсы и увидишь, что ты там одна Пока не взорву, в любом случае не узнаю Я во сном, во солнце Чувствуете? Вот в это была вложена душа Человек предполагает, а бог располагает Оказалось, что городок, в котором мы собирались устроить засаду на поезд Полон врагов Прежде чем устанавливать взрывчатку Нужно было расправиться с солдатами И мы это сделаем Но в следующей серии Я считаю, просто потрясающая компания По насыщенности, по интересу Умирается вот это Все-таки То, что не все так просто Например, третий угол мы отправить не смогли Потому и наши планы спутали Это намного интереснее, чем Если бы мы просто выполняли миссии И все бы у нас получалось Мне нравится вот этот момент с тем, что Те же дили жабли у нас не получилось уничтожить И в итоге мы прыгнули с собой То есть мне нравится, что игра как бы не Ну, не является такой очевидной Мне нравится этот тенденц игр Потому что не только Battlefield сейчас это делают Многие игры это делают Что ты не можешь победить какого-то противника Тебе дают задачу, убей его Но в итоге у тебя не получается И происходит что-то другое И мне кажется, вот это интересно Это делает из героев людей Ты видишь, что ну не все складывается Как надо И ты удивляешься Потому что когда ты просто выполняешь задание за заданием Те немножечко становится Ну, все равно Потому что такое, ну блин Ну я уже знаю, что будет Задание дано, значит выполним Я думал, что задание уничтожит Например, два цепелина Я их уничтожу Но игра такая А, нет, не уничтожишь Все сложнее И это приятно Очень интересная кампания Интересно, что дают подходы разные Дали винтовки, дают оружие Дали пистолетик тихий В общем, ребята, очень весело На этот раз ночи на дворе не будет Будет сложнее Хотя здесь они ночью и днем Примерно одинаково палят С моей зрелищностью Спасибо, ребят, за просмотр И до следующей серии Мы скоро с вами увидимся Я понимаю, что как бы Серией выходит уже поздно Подночно Я решил, что давайте Не будем тянуть кота За подробности И просто возьмем Вот и пройдем до конца Чтобы завтра проснуться Завтра как новый день Все уже Забудем про кампанию Battlefield Ну как забудем Будем помнить Но уже не будем в нее играть А уже пойдем в мультиплеер Я пойду Я хочу уже Завтра проснуться И знать Все, я могу идти в мультиплеер Пока Пока Пока